Что такое анемия? Какие методы лабораторной диагностики анемии мы пользуемся? В первую очередь это клинический анализ крови, ретроцитарные индексы и ретикулоциты, ретикулоцитарные индексы. Также нам помогает в диагностике биохимический анализ крови. В первую очередь это показатели обмена железа и ЦРБ. Морфологический анализ, морфологическая оценка мазка крови, пункция костного мозга также нам может помочь для диагностики. Химический анализ, витамин В12, фолиевая кислота. А также используются дополнительные методы, такие как электрофорез гемоглобина и молекулярно-генетические методы. На данном слайде представлена классификация анемии на основании ретроцитарных индексов. Существует несколько классификаций анемии, основанных на этиологических, гематологических признаках. Но чаще всего для практических целей используют именно эту классификацию. Сегодня мы продолжим разговор именно про микроцитарные гипохромные анемии. Весь спектр гипохромных микроцитарных имнемий можно разделить по причинам на наследственные приобретенные и по частоте встречаемости. Наиболее часто и редкие. Сегодня мы продолжим диалог в большей степени про диагностику альфа и бета-телосемии. Это наиболее часто встречающиеся наследственные заболевания. Но также и поговорим про железодефицитную анемию, анемию, хронических заболеваний. Хотелось бы немного рассказать про довольно редкие приобретенные анемии, например, про дефицит меди в данном слайде. Так как это довольно редкая причина цитопении, она чаще всего развивается с анемией и с нитропенией, реже с тромбоцитопенией. И основные причины дефицита меди у взрослых – это длительное пронтеральное зондово-энтеральное питание без достаточного количества меди, нарушение всасывания меди после операции на желудочно-кишечный тракт при заболеваниях кишечника. И также возникает при избыточном поступлении цинка в организм. То есть цинк индуцирует повышенную продукцию металлотианина в арентероцитах для связывания цинка. И, соответственно, цинк всасывается, а медь не может проникнуть. Соответственно, та даже медь, которая связалась при слущивании эпителия, она выводится. И развивается, соответственно, дефицит меди. Рекомендованная доза цинка – 8-11 мг в день. Но сейчас очень популярны различные биологически активные добавки. И они могут содержать большое количество меди, если вы их принимаете в разные биологические добавки. И там может быть цинк. И для дефицита меди необходим скрининг содержания меди и цирлоплазмина. Ну, как бы прокомментировать чрезмерное употребление алкоголя. Алкоголь может вызвать различную мультифакторную анемию, как и из-за дефицита железа, из-за дефицита фолиевой кислоты, из-за гемолиза, прямого угнетения костного мозга. Ну и хотелось бы немножечко затронуть прошлый вебинар. Формы железодефицитной анемии, какие бывают? Это предлатентный дефицит железа, когда у нас нет никаких клинических проявлений. Картина периферической крови, в первую очередь, она будет без изменений. И показатели обмена железа также будут находиться в пределах нормы. Латентный дефицит железа – это состояние, характеризующее истощением запасов железа в организме. То есть запасов у нас уже меньше, но гемоглобин будет нормальный. При этом лабораторно показатели обмена железа будут изменяться. Ферритин и сывороточное железо уменьшатся, а трансферин и растворимые рецепторы трансферина, и общая железосвязывающая способность повышаться. И по мере дальнейшего нарушения гемоглобинизации происходит еще большее снижение ретроцитарных индексов. При этом в регенераторную фазу ретикулоциты будут в пределах нормы, что свидетельствует о сохраняющейся регенераторной способности костного мозга на фоне дефицита железа. В свою очередь при длительном течении железодефицитной анемии истощается пролиферативная активность костного мозга, возрастает неэффективный ретро-ПС, и это приводит к уменьшению числа милокриоцитов, снижению числа эритроцитов. Ну и, соответственно, как мы видим на слайде, будет наблюдаться снижение ретиколстарных индексов. Показатели обмена железа также будут изменяться, снижается железо сыворотки, депозже железо ферритин будет снижаться, освещение трансферина железом также, трансферин и общие железосвязывающиеся способности с ретроцитоваримые рецепторы трансферину будут увеличиваться. Анемия хронических заболеваний сопровождает различные инфекционные, ревматические, онкологические заболевания, а также сейчас существуют такие исследования, что и ожирение, и сахарный диабет могут приводить к анемии хронических заболеваний, то есть она может идти в совокупности. Увеличение содержания гипсидина и других цитокинов приводит к задержке железа в клетках ретиколоэндотелиальной системы, что в свою очередь снижает доступность железа для эритроидных клеток предшественников в костном мозге. Таким образом, отличительной чертой анемии и хронических заболеваний является снижение сочетания низких уровней циркулирующего железа, насыщение трансферина железа при нормальной или высокой концентрации белка накопителя ферритина. Но стоит помнить о том, что ферритин является белком острой фазы, его сдавать стоит вместе с ЦРБ, чтобы оценить истинное депо железа. То есть если у нас будет высокое ЦРБ, скорее всего ферритин тоже у нас будет высоким, и истинное депо железа таким образом мы не можем оценить. Также при анемии хронических заболеваний наблюдается снижение уровня эритропоэтина. Эритропоэтин может быть снижен по нескольким причинам, в первую очередь ингибирующим действиям цитокинов, но и экспрессия передачи сигналов через рецепторы эритропоэтина на эритроидных клетках предшественницах будут нарушены. Более низкие уровни эритропоэтина при данной степени анемии контрастируют с большинством других анемических состояний, таких как, например, железодефицитная анемия, при которой уровни эритропоэтина в сыворотке крови будут повышаться пропорционально тяжести анемии. В периферической крови чаще всего мы будем наблюдать нормохромную, нормоцитарную анемию, реже гипохромную. Также будет низкое количество ретикулоцитов или неадекватное, низкое для степени анемии. Низкий уровень железа, трансферина в сыворотке крови от нормального до низкого уровня, низкая насыщенность трансферином, уровень ферритина в сыворотке крови от нормального до повышенного, и, как мы говорили ранее, повышенный уровень ацереактивного белка. В ряде исследований уровень редгемоглобина меньше 26 пикограмм был более сильным предиктором дефицита железа, нежели чем анемия хронических заболеваний. Соответственно, можно использовать этот показатель. Редгемоглобин больше 25 пикограмм скорее всего, это анемия хронических заболеваний. Если он будет меньше 25 пикограмм, более очевиден дефицит железа, железодефицитная анемия, хотя при умеренном дефиците железа наблюдается некоторое совпадение. Принципиальное различие между железодефицитной анемией и анемией хронических заболеваний заключается в том, что железодефицитная анемия имеет отношение к абсолютному дефициту железа, тогда как педфизиология анемии хронических заболеваний является мультифакторной. С высокой долей вероятности говорить о анемии хронических заболеваний следует, если эта анемия развилась на фоне каких-то тяжелых заболеваний или, например, воспалительных заболеваний. Также анемии хронических заболеваний следует исключить в тех случаях, когда пероральная ферротерапия в течение четырех недель не привела к повышению гемоглобина больше, чем 10 грамм на литр. Но предпочтительной начальной терапией является лечение основного заболевания. Пероральный прием железа, скорее всего, будет эффективным при анемии хронических заболеваний, если уровень гипсидина нормальный или сниженный. Но чаще всего снижение уровня гипсидина или нормальные значения имеют место у лиц с истинным дефицитом железа. В других случаях показано внутривенное введение железа, но более эффективно, чем пероральное. Существует также неопределенность в отношении назначения препарата в железо у пациентов с острой инфекцией. Обычно стоит избегать назначения приема добавок железа лиц с активными инфекциями из-за стимуляции роста активности микроорганизмов, требующих железа. И в индивидуальных случаях может быть полезным добавление средств стимулирующих эритропоэс к препаратам железа, поскольку они могут оказывать противовоспалительное действие и снижать уровень гипсидина при анемии хронических заболеваний. Давайте рассмотрим первый пример. Итак, женщина 30 лет, жалобы на слабость, вялость, утомляемость. Мы видим показатели эритроцитарного ростка и эритроцитарные индексы. Соответственно, что мы можем сказать? О том, что это гипохромная микроцитарная анемия. В принципе, больше ничего по этим показателям мы сказать не можем. Давайте рассмотрим ретикулоциты и эритроцитарный индекс. Как мы видим, абсолютное число ретикулоцитов находится в пределах нормы, но содержание гемоглобина в ретикулоците резко снижено, то есть 18,6 пикограмм. Как мы говорили ранее, снижение меньше 25 пикограмм гемоглобина в ретикулоците может нам намекать на то, что это все-таки железодефицитный эритроПС и существует железодефицитная анемия. Фракция незрелых ретикулоцитов является индикатором интенсивности эритроПСа. В принципе, она значительно повышена. То есть эритроПС в общем и целом эффективный. И мы посмотрим показатели обмена железа. И они подтверждают наши догадки о том, что это, скорее всего, является железодефицитной анемией. То есть полностью подтверждают наши догадки. Железо снижено. Коэффициент насыщения трансферина железа также снижен. Трансферин выше нормы, а ДПО железо ферритин снижен. И для пациентки была назначена ферротерапия и для контроля эффективности лечения препаратами железа. Через две недели было предложено сдать клинический анализ крови с ретикулоцитами и ретикулоцитарными индексами. И, как мы видим, содержание гемоглобина в ретикулоците резко повысилось. Ретгемоглобин является наиболее ранним и чувствительным показателем, который характеризует ретропоэс как раз-таки в течение 5-7 дней. Соответственно, мы видим явный эффект от назначения препаратов железом. И подтверждаем наш диагноз, что это все-таки была железодефицитная анемия. Пациентка, женщина, 42 года, обратилась в центр с подозрением о наличии у него онкологического заболевания. Давайте оценим клинический анализ крови. Что мы можем сказать? Что это нормохромная, нормоцитарная анемия? При этом содержание гемоглобина в ретикулоците 27,5 пикограмм, что больше 25. И намекает нам на то, что, скорее всего, у пациентки они имеют хронические заболевания, плюс, учитывая анамнез, мы все-таки склоняемся к этому. Давайте проверим биохимические исследования, назначим их и посмотрим. И да, действительно, высокий ферритин, но и высокий цирреактивный белок. Мы не можем с точностью оценить депо железа по ферритину. Но основные показатели обмена железа нам говорят о том, что у пациента анемия хронических заболеваний. Конечно же, то, что анемия нормохромная, нормоцитарная. Острая постгеморрагическая анемия — состояние, которое развивается в результате быстрой потери значительного объема крови. Степень анемии будет зависеть от быстроты и количества кровопотерей, и снижения общего объема циркулирующей крови, и степени адаптации самого организма. Причина — это нарушение целостности стенки кровеносных сосудов, поражение протологическим процессом, изменение проницаемости капилляров или нарушение в системе гемостаза. В первые часы после кровотечения у нас будет скрытая анемия. Анемия развивается через 1-2 дня после кровопотери и максимум на пятый день. При небольших потерях депонированное железо поступает в костный мозг для синтеза гемоглобина. И также для этой анемии лабораторно характерно снижение гемоглобина и эритроцитов, нормохромная и нормоцитарная анемия. И, как мы видим, показатели рецколоцитарного ростка повышены. И в мазке мы будем наблюдать полихромитофилию эритроцитов. Это состояние, при котором обнаружатся эритроциты серо-фиолетового цвета. Такая краска обусловлена наличием в ней в цитоплазме РНК, содержащих структур. И обычно связана с усилением эритроэза. Об этом нам и говорят и рецколоцитарные параметры. Переходя к разговору о гемоглобинопатиях, скажем несколько слов о структуре гемоглобина. Гемоглобин — это белок, состоящий из простатической группы гема и простого белка глобина. Белок, имеющий четвертичную структуру, состоящую из четырех субъединиц. В эритроцитах человека обнаружено несколько форм гемоглобина, отличающихся друг от друга белковой частью количеством или качественным составом аминокислот, входящих в состав глобина. Альфа-цепи присутствуют в молекуле гемоглобина на протяжении всей жизни человека. На ранних стадиях эмбрионального развития они соединяются с эпсилонцепями, образуя гемоглобин P. Примитивный гемоглобин у трехмесячного эмбриона гемоглобин P заменяется на гемоглобин F. Гемоглобин F состоит из двух альфа- и двух гамма-цепей. Характерными его особенностями является высокое сродство к кислороду, однако меньшая продолжительность жизни. И к моменту рождения гемоглобин F составляет до 80% всего гемоглобина, но к концу первого года жизни практически полностью заменяется на взрослый гемоглобин A, состоящий из двух альфа- и двух бета-цепей. Также в крови может обнаруживаться гемоглобин A2, 2,5%. Телосемия относится к наследственным количественным гемоглобинопатиям, так как сама структура цепей гемоглобина не изменена. Аномальное соотношение альфа- и бета-цепей гемоглобина приводит к выпадению в осадок непарных цепей и разрушению предшественников эритроцитов в костном мозге, то есть неэффективный эритропез, и в кровеносном русле гемолиз. В результате развивается анемия различной степени тяжести с очагами экстрамедулярного кроветоварения, что, в свою очередь, может вызвать изменение костей, нарушение роста и перегрузку железа. Критическим фактором, лежащим в основе различия под физиологию между альфой и бета-телосемией, является, что при альфа-телосемии избыточные бета- или гамма-глобиновые цепи могут образовывать частично растворимые, но неэффективные гемоглобины. Они не осаждаются интенсивно, пока не подвергаются какому-либо окислительному стрессу. В то время как избыточные альфа-цепи не могут образовывать растворимые гамма-телосемии и начинают агрегироваться, как только они накапливаются в предшественниках эритроцитов. Образуют нерастворимые соединения и влияют на пластичность мембраны и ускоряют запрограммированную гибель клеток. Главной целью лечения анемии у пациентов с телосемией является уменьшение симптомов анемии и связанных с анемией заболеваний, то есть уменьшение развития и риска развития экстремидулярного кроветворения, которое может привести к ряду с заболеванием с нарушением роста и расширению костей, гиперспленизму и особенно в детском возрасте. За продукцию синтеза альфа-цепи отвечает 4 альфа-глобиновых гена, по 2 на каждой 16-й хромосоме. Если у нас нет одного глобинового гена, это выражается бессимптомной формой. Потеря двух альфа-глобиновых генов сопровождается легким течением альфа-телосемии или альфа-телосемии с минимальными проявлениями. Хочется сказать, что на электрофорезе такие фракции будут неизменены и такие формы чаще всего подтверждаются генетически. Лицам с малой или минимальной телосемией переливания крови не требуется, и анемия чаще всего легкая, может возникать легкий макроцитоз и гипохромия. Отсутствие функции трех альфа-глобиновых генов проявляется клинически выраженными изменениями. Гемоглобин может колебаться в диапазоне от 30 до 100 грамм на литр. Эта форма называется гемоглобинопатия H. Дефицит альфа-цепей приводит к увеличению и накоплению тетрамеров гемоглобина БАРЦ, гамма-цепи у новорожденных. А позднее в постнатальном периоде гамма-гемоглобин меняется на бета. В постнатальном периоде и они образуют тетрамеры, он также называется гемоглобин H. Гемоглобин H обладает высоким сродством к кислороду, не связывается с гаптоглобином, и он нестойкий. Агрегация гемоглобина H вызывает изменение пластичности мембраны, изменяется метаболизм клеток, что приводит к умеренному гемолизу. Заболевание характеризуется сравнительно нетяжелым клиническим течением, гипоцепленной мегалией, анемией, желтушностью, в периферической крови анемия, умеренной степени тяжести, гипохромия. Будут наблюдаться мишеневидные эритроциты. Мишеневидные эритроциты, такая вот форма эритроцитов будет связана и гипохромия, обусловленная в первую очередь и меньшим содержанием гемоглобина, но и гипергидротацией клетки. Изменяется пластичность мембраны, и в свою очередь это все приводит к наличию как раз-таки мишеневидных эритроцитов, эритроцитов. О реакции на возникающую гипоксию свидетельствует наличие эритроидной гиперплазии костного мозга и ретикулцитоз. Значение эритропоэтина в сыворотке крови повышено, как и уровни растворимого рецептора трансферина, который является показателем повышенной эритроидной активности. Увеличение эритропоэтина и растворимых рецепторов трансферина напрямую связано с концентрацией гемоглобина H, что, в свою очередь, отражает дисбаланс глобиновой цепи. Отсутствие функции всех четырех альфа-глобиновых генов сопряжено с внутриутробной гибелью плода, преждевременным рождением ребенка с анемической водянкой плода. Нормальные гемоглобины при этом отсутствуют. Гемоглобин БАРД составляет 70-100% и, обладая высоким с родством кислорода, он, в свою очередь, не способен переносить кислород. Наступает гипоксия ткани и гибель плода. В крови будет выражена гипохромия и ритробластоз. Повреждение обоих генов приводит к тяжелому течению бета-толосемии промежуточной или большой форме заболевания, последней известной как анемия кули. Это тяжелая анемия со значительным усилением неэффективного эротропоэза сопровождается чрезмерной активностью костного мозга и очагами экстрамидулярного кроветворения. Многие нормобласты погибают прямо в костном мозге и разрушаются макрофагами. Регулярные переливания крови в сочетании с усиленным всасыванием железа ведут к перегрузке железа, что приводит к седрозу и, соответственно, к заболеваниям органов, где будет накапливаться железо. Миокардит, цирроз, сахарный диабет и так далее. Также будет наблюдаться с племенами галии различные выраженности, изменение костей черепа, уплощенная переносица. При промежуточной форме телосемии охватывает целый ряд клинических форм. Переливание крови делается по мере необходимости, и часто это происходит на фоне в периоды эритропоэтического стресса, как острые инфекционные заболевания, периоды быстрого роста, операции и беременности. У людей с телосемией может развиться анемия и из-за других причин, которые следует устранять и лечить, чтобы снизить нагрузку переливанием железа. То есть при телосемии из-за того, что будет выраженный гемолитический компонент, мы можем наблюдать также дефицит фолиевой кислоты, из-за повышенной потребности костного мозга в фолиевой кислоте, вызванной хроническим гемолизом. Если у человека поврежден только один бета-глобиновый ген, то, как правило, заболевание протекает легко. Это малая форма или здоровый носитель. Малая телосемия встречается наиболее часто. Характеризуется гипохромией, микроцитозом. И что для нее характерно, число эритроцитов часто превышает 5,5 умножить на 10 в 12 степени. В сыворотке крови повышенное содержание железа, ферритина, насыщение трансферином железом. Умеренная белирубина и мини за счет непрямого белирубина. Тем не менее, важно понимать, чтобы такие люди все равно знали о своем диагнозе, чтобы они ошибочно не проходили ненужные тестирования и не ставился диагноз железодефицитной анемии, не назначалось лечение железом. И также это важно для пренатального планирования возможной беременности. Для дифференциальной диагностики железодефицитной анемии и телосемии можно использовать различные ретроцитарные индексы. Хочу прокомментировать несколько слов, что в формуле среда и тарац гемоглобин у нас будет не в грамм на литр, а в грамм на децилитр. И, соответственно, индексу ричага он возможен. Расчет этого индекса совершенно не на всех анализаторах, а только на определенной фирме. Его можно использовать довольно высокоспецифичный и высокочувствительный, но, к сожалению, не применим ко всем. Итак, на данном слайде представлены интегральные показатели, которые могут помочь в дифференциальной диагностике гипохромной микроцитарной анемии. И при установке диагноза в первую очередь необходимо опираться все-таки на анамнез, на клиническую картину в целом, а лабораторные данные лабораторные данные помогут дифференцировать характер анемии и подобрать правильное теотропное лечение. Ну и напоследок еще один клинический пример. Итак, оцениваем показатели. Пациентка М 13 лет обратилась в диагностический центр. Что же мы видим при оценке данного анализа крови? Что это гипохромная микроцитарная анемия? Собственно, этот диагностический поиск мы выполнили. В мазке крови анизохромия, полихромитофилия, гипохромия и эритроцитов. Также поэкилоцитоз наличия мишеневидных эритроцитов и шизоцитов. Давайте посмотрим на индексы. Рассчитаем индексы. Итак, при расчете индекса Менсора у нас получается число 1105, что меньше 13, и, соответственно, наш диагностический поиск можем отправить больше в сторону малой бета-телосемии, нежели железодефицитной анемии, например, или анемии хронических заболеваний. Также был рассчитан индекс Суричага, что он положительный, соответственно, он тоже подтверждает нашу догадку, что, скорее всего, перед нами малая форма бета-телосемии. Давайте посмотрим биохимические исследования. И да, мы видим билирубин повышен вследствие гемолиза. Депо ферритина у нас большое. Тут нет, к сожалению, цириактивного белка, но оценим пока по этим показателям. И коэффициент насыщения трансферина железом также повышен и железо повышено. Соответственно, такой пациентке рекомендовано было сдать электрофорез с гемоглобином. Спасибо вам большое за внимание. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. С удовольствием. Спасибо. 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 С удовольствием. Спасибо.